Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя азбука огородная. У меня че на губы замерзли. Сегодня 24 мая, календарное лето приближается стремительно, осталось уже 5 дней, наверное, но настоящего-то лета у нас нет. Я вчера делала лунки под очередную грядку, видите, посаживать надо. У меня замерзли уши, у меня замерз нос в шерстяных носках, в меховых галушах. Это кошмар какой-то. Я смотрю сводки сегодня утренние про погоду в других регионах. Новосибирск градом завалило, какой-то снегом какой-то город вообще завалило, что постоянный снежный покров. Правда, вот такого сильно года, вот с такой холодной весной, с непредсказуемой, не было вообще на моей памяти. Ну, бывают там кратковременные какие-то, а это всю страну колбасит. Кого градом, кого снегом, кого что. И вот стоят мои томаты, но они, конечно, я не скажу, что им совсем плохо, но 5 градусов, это, конечно, маловато. Хотели бы они получше, видите, они такие скукожились, вот так вот, раз, вот эти ручки-то вот так вот, ну, сжались все, скрючились. Из последних сил, наверное, уже скрипя зубами стоят, матерят меня, скажут, нафига ты нас сюда высадила так рано? И вот мы эти тряпочки-то открыли, а завтра через одну ночь у нас вообще в прогнозе стоит 3 градуса, это почти ночь, ноль. Как бы вот эти грядочки опять тряпочками не пришлось закрывать. А тут же еще новые уже у меня, и не знаю, такой холод. Ладно, эти у нас предназначены, тут же дуги все стоят. А те, которые я вновь высадила, и которые я говорила, что я их не буду подкармливать, они сами отойдут. Но они, по-моему, отойдут, но в мир иной. И, по-моему, все-таки придется их подкармливать. Я потом расскажу, почему я не хотела их подкармливать, и что изменилось. После вчерашнего града, мало того, что они и так долго перестояли, она же была переросшая рассада, их еще вчера градом подолбало, еще сейчас 5 градусов они выдерживают, завтра через ночь будет 3 градуса, это слишком маленькая температура. И тогда уж, конечно, хочешь не хочешь, мне придется их подкармить. Буду подкармливать, наверное, или янтарной кислотой, или борной кислотой. Но вот теми как раз средствами, препаратами, которые безвредные, но которые помогают при стрессовых ситуациях, при вот таком, при холодовом стрессе, ну, все потом расскажу, завтра, наверное, это будет, потому что я сейчас, при такой холодной температуре, бесполезно их даже опрыскивать, подкармливать, они, наверное, ничего не возьмут. Они стоят, я вот как называю, в коме, они и не живые, и не мертвы, так, они немножко будут потеплее, тогда уже будем их реанимировать. Единственное, что вот этой рассаде ничего не делается, которая в тоннелях, мне кажется, она еще зеленее, еще больше вылезла из земли, но все равно, хоть я их и нахваливаю, что они холодостойкие, даже для сибирских сортов, конечно, эта температура, это слишком, но вот я сейчас стою, держу фотоаппарат руками, у меня пальцы замерзают, а я всегда так, вот так, у меня индикатор, что если рукам холодно, значит им тоже холодно, но еще два дня осталось нам потерпеть. Держитесь, сибирячки! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok